Народное славянское радио О нашем самым дорогом и сокровенном на сегодняшний момент, как мне кажется Это о буквице И не просто о буквице, а о буквице и в современности Как буквица может использоваться в современном мире и для чего Давай, наверное, начнем с самого-самого простого История появления этого вопроса в нашем современном мире Как проявилась буквица Ведь всем известен алфавит, всем известен современный русский язык Некоторые другие славянские языки И мы видим, что там множество различных направлений, течений, нестыковок В одном языке вот это, в другом это Но так или иначе, это все современный алфавит А мы-то сейчас говорим о буквице Вот история возникновения буквицы в современном мире Ага, благодарю, Алексей Прежде чем отвечу на твой вот этот вопрос Хотелось бы отметить то, что наблюдается достаточно часто у людей, интересующихся буквицей Дело в том, что люди по чувственному порыву Им кажется, что буквица что-то родное и близкое для них Они чувствуют это Они воспринимают это Они на уровне сердца чувствуют глубокий внутренний отклик Когда имеют дело с буквицей И, конечно же, они тянутся по наитию, по сердечному порыву Но дальше, когда они начинают ее изучать Все больше начинает вмешиваться разум Потому что разум начинает нашептывать Зачем ты изучаешь данное направление? Что оно тебе даст? Ведь любое знание дает человеку преимущество И если человек не видит эти преимущества То, естественно, у него теряется мотивация Все больше сомнений И в итоге возникает определенный даже своего рода конфликт Между разумом и чувствами Чувства подталкивают человека все больше и больше в буквицу углубляться А разум начинает, наоборот, сопротивляться этому процессу И вот этот интересный такой конфликт внутренний Является мотиватором поиска гармонии В вопросах буквицы Вот почему возникла потребность проговорить этот аспект В том числе и с помощью радио Народного радио, на котором мы сейчас находимся А теперь касательно того, как это все дело возникло Как возникло данное направление Слово буквица было известно достаточно давно Оно известно и сейчас в филологических кругах Оно обозначает красиво разукрашенную заглавную букву В этом есть свой определенный смысл Но людям искони, вот если мы возьмем нашего человека И вспомним даже себя в детстве, в отрочестве Когда еще у человека более чистое восприятие Когда шоры на него только-только одевают Но еще они не прижились Не стали частью жизни Вот если мы вспомним себя в самом детстве То мы будем помнить То мы вспомним, что язык наш Несколько не устраивал Нас, когда мы были в детстве И нам постоянно было желание его как-то расширить Что-ли Вот почему дети активно занимаются словотворчеством Или придумывают свои какие-то языки, алфавиты Или какие-то, ну, как им кажется, придумывают И взрослые их начинают как-то стандартизвечь Делать ее более клишированной Что касается уже во более взрослом возрасте То элементы буквицы были известны еще в советское время И я думаю, что наши уважаемые слушатели вспомнят эти моменты Вспомните, насколько давнешней традицией является Осыщать, пусть даже шуточную Но все-таки другим смыслом Аббревиатуры, которые ранее имелись Ну, допустим, вот я помню из примера Который мне родители рассказывали О том, что был такой предмет в вузах советского времени Партийно-патриотическая работа, ППР Так люди обыгрывали ее в шуточной форме Посидели, потрындели, разошлись И подобных примеров достаточно много Вот такого как раз каламбура Словесного обыгрывания некоторых аббревиатур Когда вот слова, когда буквы встречались в аббревиатурной форме И при этом, поскольку они были аббревиатурами То люди так и тянулись Насытить их каким-то внутренним смыслом Закрепить за ними какое-то слово Или даже фразу, предложение Это в людях было Если мы углубимся внутрь себя То мы увидим, что это является неотъемлемой частью Нашей внутренней сути Так, это если отринуть какие-то внешние факторы Которые нас постоянно переключают на какие-то вопросы Явного бытового характера И вот заглянем вглубь себя То мы увидим, что современный язык Не вполне устраивает внутренний мир человека Вот внутренний мир словно старается как-то его насытить чем-то большим Чем-то более глубоким То есть правильно я тебя понимаю, что намного шире наше представление Нежели чем суженная вот эта алфавитная система То есть не хватает образов, не хватает понятий, каких-то чувств и так далее Конечно И поэтому самый первый источник по изучению буквицы Как ни странно это будет звучать Но это собственное детство человека Потому что я уверен, проходил ли эту стадию абсолютно все В своем глубоком детстве, если мы вспомним Ну конечно в разном возрасте по-разному Вернее у каждого в разном возрасте Но в целом люди тянулись к тому, чтобы как-то насытить язык чем-то большим, чем он есть Это говорит о том, что внешняя форма не соответствовала внутреннему Вот глубокому посылу душевному Пока еще человек не приземлился, пока его речь, равно как и мысль, не были стандартизированы и зашорены Если мы посмотрим на особенность нашего национального характера Мы вспомним такое понятие, как русская душа Она характеризуется своей веселостью, своей добротой, своей широкостью И вот как раз таки вот эта веселость, она и мотивировала людей как-то в шутку обыгрывать даже имена, фамилии Какие-то вспомним даже, как дети в школе обыгрывают фамилии учителей, например То есть вот это вот обыгрывание слов, оно жило в людях И поэтому здесь мне хотелось бы отметить, друзья, что буквица как направление не стартовала в Асгардском духовном училище Это не совсем, ну вернее частично это так В Асгардском духовном училище были выданы ключи к тому, что и так уже народ использовал То есть оно в народе оставалось еще реликтом, оно тянулось с древности И вот те проявления, которые я озвучил выше, являлись собственно реликтами Вот этими издержками чего-то глубокого И в Асгардском духовном училище были выданы ознакомительные ключи Для того, чтобы лучше понять сами вот эти процессы, которые происходили и продолжают происходить сегодня Здесь важный момент В Асгардском духовном училище была выдана буквица не как система знаний Не как цельное, структурированное знание в готовом виде А был выдан именно набор ключей В этом есть большая разница И мне хотелось бы сакцентировать ваше внимание на это, друзья В чем отличие? Многие слышали это выражение, ключи, ключи и так далее Постоянно говорится об этих ключах Но если есть ключ, значит есть и замок Потому что они идут в паре Не бывает ключа без замка Бывает, что замок где-то спрятан А ключ от него есть И в Асгардском духовном училище были выданы ключи Для того, чтобы человек начал эти ключи использовать Для нахождения замка и для того, чтобы открыть для себя новые пространства Но эти замки внутри самого человека Таким образом буквица начинает разворачиваться Из глубин самого человека Благодаря ключам, которые были выданы в Асгардском духовном училище Таким образом мы можем говорить сегодня об экспериментальном направлении Которое является преемником вот этих словесных обыгрываний Обыгрываний слов, имен, фамилий На основе ключей, которые были выданы Специально были выданы в народ Для того, чтобы посмотреть, насколько люди готовы к восприятию наследия предков Языковые ключи представляют собой набор буквиц с образами Прорабатывая которые, человек лучше понимает сам себя Кроме того, 49 буквиц представляют собой еще и 49 качеств Или, если хотите, 49 добродетелей Которые выходят одна из другой И разрывно связаны между собой линиями причинно-следственных связей И вот эта сама структура, схемка, можно сказать Она оформлена в виде мировоззренческого квадрата Где 7 на 7 у нас выдаются буквицы в определенном порядке Одним из ключей является как раз порядок самих буквиц В этой, ну как мы ее называем, в матрице Теперь смотрите Были выданы ключи к знанию, но не само знание Те, кто смогли это знание, вернее эти ключи применять Они начали использовать их внутри себя Что-то внутри себя открывать И им начало приходить какое-то понимание Им начали приходить озарения из глубин их внутреннего мира О том, что происходит вокруг О том, какое многопластовое глубинное значение разных слов И многое другое Те же, кто не смогли пробиться через искажения Которые были, через наносные искажения внутреннего мира Вот психопрограммы или инграммы, как их называют Ментальные установки искусственного характера Которые мешают человеку услышать голос его внутреннего я Истинного я Те не смогли найти этим ключам применение внутри себя И поэтому они начали канонизировать сами ключи То есть чисто функциональное средство Ложить на алтарь, начали им молиться и намаливать эгрегор Ну, грубо говоря Таким образом, работа с буквицей представляет собой работу Вот давайте мы так возьмем Что является объектом изучения буквицы Ни буквы, ни слова, ни слоги, ни числа Объектом изучения буквицы является внутреннее пространство самого человека Которое проецируется в его внешние обстоятельства То есть в обстоятельства вокруг него Или просто, если сказать проще, во внешний мир А буквы, числа, слова, слоги являются лишь средством к этому, ключом То есть буквица это работа с самим человеком С его внутренним пространством Кое-как нам казалось была Русь И понять, что Русь была куда более великой Чем мы себе представляем И, соответственно, благодаря этому у человека возникает гордость Он расправляет плечи Становится более уверенным, решительным, ответственным А значит, более дееспособным по жизни В рамках этого общего ключа раскрытия ведических знаний А, собственно, в этом ключе и Асгардское духовное училище тоже работало То в рамках этого вектора буквица выступала как средство подтверждения величия предков на примере языка Когда люди изучали язык и множество вариаций одних и тех же слов Написанных через разные буквы, которые несли разную окраску То есть это был наглядный пример того, насколько более чуткими и утонченными В своем восприятии окружающего мира были наши предки Кроме того, разбор по образам буквиц и слогов Основных духовных понятий, которыми жили наши предки и живет нынешний славянский мир Как раз и позволяет еще и сформировать определенный понятийный аппарат То есть помочь людям договориться между собой о терминологии Чтобы они в одни и те же слова вкладывали один и тот же смысл И буквица в данном случае позволяет уточнить и утончить восприятие данного смысла Вот в таком ключе изначально буквица начала работать И в таком ключе люди начали с ней знакомиться Поначалу у них был внутренний восторг, серьезный Действительно, они изменили свое отношение к предкам Естественно, они поняли, что они являются потомками великого народа А это означает, что на нас не только это дополнительные преимущества, так сказать, по жизни Но это еще и большая ответственность А значит, нужно брать судьбу в свои руки и менять свою жизнь Не спихивая ответственность на какие-то внешние обстоятельства и факторы Но в целом, когда люди уже прошли этот этап Вот этот ключ к буквице, который был использован в то время Тогда он был уместен и своевременен Потом этот ключ перестал работать То есть люди начали просто, если с перегибом подходить То они начали воспринимать буквицу в режиме древнерусской ностальгии Где они воздыхали по утраченному величию наследия предков И при этом еще и антагонизировали современным русским языком Дескать, о том, насколько он урезанный По сравнению с великим, древним и могучим языковым наследием наших предков Естественно, что этот феномен уже является следствием перегиба И возникла потребность в реагировании По вполне естественным причинам необходимо осуществлять регулировку процесса раскрытия знания И поэтому ключ было предложено поменять И этот ключ, во всяком случае, мы изменили В том плане, что сделали его более своевременным и уместным То есть в дополнение к тому, что буквица позволяет воспринять и утончить наследие предков Мы начали искать практическое применение буквицы сегодня И, конечно, были достигнуты определенные результаты Которые превзошли все наши первоначальные ожидания Может быть, я немножко так как-то витиевато высказался Может быть, не совсем понятно Смысл в том, что изначально буквица была дана как ознакомление с величием предков А потом, следующий шаг Это уже ее применение и использование Здесь и сейчас в прикладном своем аспекте Где она дает на основе уважения, гордости За величие предков и ответственности На основе этого дает еще некоторые прикладные возможности То, что буквица появилась в нашем мире, это не случайно Ты дал очень обширную информацию о том, как это все происходило Но у нас есть одна проблемка Антагонизм не только со стороны тех, кто начинает изучать древность нашу В сторону современности Но и антагонизм со стороны тех, которые, живя в современности Не могут себе понять по каким-то причинам нашу древность Недавно, приведу пример Смотрел небольшой видеоролик Где общаются два человека, достаточно молодых И один из них говорит Вот я в 90-е, в начале 2000-х Погрузился в различные течения В частности и в славянское течение И я понял, что это совершенно полная выдумка Это неоязычество, которое люди себе придумали Потому что им кажется, что у нас было что-то древнее Ну, хочется быть все-таки так повыше, чем мы есть на самом деле Хочется, чтобы мы не какие-то там были безродные существа А чтобы у нас была какая-то своя история, древность И начали придумывать эту историю и древность Стали придумывать это вот течение славянское Стали придумывать какие-то там древние алфавиты, буквицы Стали говорить о многом, о многом Мы каких-то богов придумали, символику, калавратов Различных мастей и так далее То есть, грубо говоря, сидит по внешнему виду русский человек И всех пытается убедить, что не было у нас ничего Ну, говорит, ну, сами подумайте Ну, какой там алфавит, ну, какая буквица Какая там древность Если только с крещением Руси здесь появился тот язык И та письменность, которой сейчас мы пользуемся Ну, просто, говорит, подумайте О какой древности вы говорите? Здесь два вопроса возникают Первый о том, кто тогда его родственники, да? Кто его предки? Если он так низко о них думает Ну, это больше вопрос, наверное, к его, ну, может быть, совести Я не знаю, может быть, к здравомыслию А второй вопрос, как это у нас не было Нашей древности, письменности Если те же самые Кирилл Мефодий В своих трудах упоминают, что они еще до того Как официально родилась древнехристианская письменность На основе русского языка Они сами приобретали Евангелие и Святые Писания На одном из славянских языков написанное Вот, но, видимо, это просто молодежь не знает И они чьи-то слова повторяют Вот давай этого коснемся А чем доказуема наша древность? Может быть, на самом деле буквица Это некая выдумка Ну, взял тот же самый Александр Юрьевич Или кто-то из его соратников А может быть, это, как некоторые говорят Вброс был из Ватикана или там ЦРУ Ну, и вот так квадратик нарисовали И наляпали-наляпали туда всего И сказали, вот, нате, получайте ключики И теперь мучайтесь дурю на основе а-ля славянства Да, я понял, Алексей, благодарю за вопрос Действительно, этот вопрос важен И его необходимо разобрать И я тебе хочу сказать, что разобрать этот вопрос В тех координатах времени Которым человек привык жить сейчас Сегодня Не получится Сто процентной уверенности у человека Вообще не будет Причем, как у того, кто принял буквицу Так и у того, кто ее отверг Почему? Дело в том, что Человек привык мерить все мерками Древнее и современное Он живет в горизонтале времени Которую, собственно, и прививают Есть древность, есть современность И есть будущее То, что было в древности Привело к тому, что есть сейчас То, что есть сейчас Приведет к чему-то в будущем Потому мы сделаем что-то сейчас Ради лучшего будущего Вот эта координатная система Изначально не свойственна Ведическому наследию И в ведическом наследии Там принципиально иные координаты времени Я тебе хочу сказать так Что люди, которые пытаются найти Подтверждение буквицы В древности Они их не найдут Они найдут лишь косвенные намеки В виде отдельных свидетельств Как того же Кирилла и Мефодия И так далее Но доказательства Явлены не будут По той причине, что Те, кто творят историю Умеют заметать следы И именно по той причине Что знания Скрываются в подполье Посредством Людей, которые Специально Которых специально к этому готовят Их задача сохранить Само знание А для этого они не афишируют его То естественно Что найти доказательств В прошлом Наличие буквицы Таких вот явных Сто процентных Которые убедили бы всех Мы не сможем Здесь вопрос Я хочу сказать Который ты озвучил Это вопрос не исторического А психологического характера Почему? Здесь хотелось бы Прояснить этот вопрос Дело в том Что психика человека инертна И она сопротивляется Любым изменениям Вот почему человек Допустим Начинает бегать по утрам И поначалу День, два, три Он вдохновленный А спустя неделю Ему уже так лень Что-то становится Уже и не хочется Бегать по утрам Там как-то И потом Эта инициатива Не сходит на нет Почему? Потому что Психика человека Сопротивляется изменениям Подсознание Стремится К стабильности Потому что в стабильности Есть иллюзия предсказуемости И в итоге У человека Есть определенная доктрина В примере Который ты озвучил Это как раз Обычная историческая доктрина Которая говорит о том Что с крещением Пришло там все И письменность И культура И цивилизация И многое другое Вот есть Определенная установка Точнее набор установок Которые формируют Мировоззренческую картину И дальше возникает Знание Которое Является Непонятно откуда Но которые Не вписываются В эту Психологическую доктрину Как должен Повести себя Исследователь Исследователь Всегда стремится К правде Особенно если Это исследование Духовного начала Духовных глубин Естественно Что какой Духовный рост Без правды Иначе это просто Общественно-политическое Какое-то Какие-то Общественно-политические Социальные игры С прикрытием С помощью Светлых лозунгов А если человек Искренне стремится К духовному росту Совершенствованию Конечно он будет Готов меняться И преодолевать Сопротивление Психики Которая Сопротивляется Любым изменениям Независимо от того Какого они характер И когда человек Начинает Знакомиться С знанием Он Если это знание Истинное Он начинает Испытывать Серьезный Внутренний Отклик Мы все это С вами знаем И помним Но дальше Запускается Процесс Инерционного Сопротивления И у человека Уже начинает Внутренне Разгрызать Внутри Какие-то Сомнения Где он Уже Не уверен А может быть Это вброс А может быть Кто-то это Придумал И в итоге Потом Если он Не сможет Преодолеть Силу Инерционного Сопротивления И пойти дальше То он Убежит В иллюзию Стабильности Как в домик И просто Закроется И все остальное Лишь оправдание И лишь Красивые слова Которые Описывают Вот эту Суть Смысл в том Сможет ли человек Преодолеть Силу Инерционного Сопротивления Ради правды Ради того Чтобы измениться В сторону Правды И под влиянием Знания Которое Более высокое Или же Не сможет С другой стороны Если отметить Потому что Исторически Сейчас мы вернемся К историческому Аспекту Хотелось бы Ответить на этот вопрос Еще с точки зрения Энергоинформационного Обмена Любое знание Мы можем Распределить По Тактовой Частоте Вот все В нашем мире Это вибрация Это излучение Разного спектра И разной Интенсивности И Есть более Высокочастотное Что-то То есть Более благостное Более возвышенное Есть более Низкочастотное Грубое Приземленное Низменное Вот отсюда И осталось В русском языке Возвышенное Потому что Высокие вибрации Они способствуют Тому что Человек испытывает Легкость Он чуть ли не взлетает В ощущение такое А более Более Низкие Какие-то Грубые Вибрации Они его Приземляют Потому и Понятие Как раз Низкий Неизменный Вот это Как раз Низина Оно Вектор движения Вниз Дело в том Что знание Нужно определиться В чем критерий Истинности И ложных знаний Потому что Люди не могут Понять этого И они в основном Поскольку нету Критерия четкого Где истинное Где ложное Они не могут Определить Что в каком-то Знании истинное А что ложное И поэтому Они постоянно Живут в сомнениях Вроде пытаются Познавать И при этом Сомневаются Осторожничают Но иногда Эта осторожность Переходит в мнительность И может даже Дорасти до фобий Поэтому нужно Расставить все точки Над и Истинное знание Это то знание Которое на нынешнем Этапе Помогает человеку Качественно Изменить Уровень Своего энергетического Излучения Свою тактовую Чустоту То есть Если сам человек Был под воздействием Этого знания Становится лучше А критерием Улучшения Является Качество Его энергетического Излучения А значит И алгоритм Энергообмена С окружающим Миром То есть Если его Энергообмен Под воздействием Знания Становится Более экологичным То в таком Случае Это знание Для него Истинно Если же Знание Сбрасывает Его На более Низкий Уровень Где он Станется Более грубым Злым Черствым Гнилым Где он Как-то Закрывается От мира Начинает Совершать Подлые Низкие Низменные Поступки Пусть даже Облекая В какую-то Богословскую Обертку То Это знание Явно Неистинно Либо Неистинным Является Его Восприятие Со стороны Человека Таким образом Человек Обычно Дорастает До какого-то Знания С опорой На это знание Качественно Меняет себя Улучшает Себя Энергетически И после этого Идет Дальше И это знание Уже Ну если он Его перерос То Что-то полезное Сохраняется С ним А он При этом Продолжает Двигаться Дальше И Перерастает Это знание То есть Если мы Берем буквицу Это знание Очень высокого Спектра Энергетического Излучения И поэтому Люди Которые Находятся На более Грубых Низких Вибрациях Они не могут Его воспринять Им Непонятен Сам механизм Как это делается И им Начинает Казаться Что это Простая Банальная Комбинаторика Когда за уши Притягивают И смешивают Связывают Искусственным путем С помощью Красивой речи Связывают Яичницу С кассиопеей В принципе Связать Можно Что угодно Все совсем Если подвешен Язык И людям Которые Низкочастотные Они не могут Понять Самого механизма Как это работает Вот этого Таинства Где из слова Извлекается Сокровенный Смысл И Поэтому Естественно Им начинает казаться Что все это Выдумка И так далее Теперь Что касается Самого Прошлого Здесь Алексей Мне хотелось бы Сообщить И тебе И Всем Нашим Радиослушателям Те С кем Дальше Мне придется Взаимодействовать И чему Я буду Искренне рад Дело в том Что Конкретно Я принял Для себя Решение Не работать В историческом Аспекте То есть Не работать В ключе Прошлого Почему Дело в том Что мы толком Не можем Расписаться За то Что было Сто лет назад Я могу Привести Более конкретный Пример Чтобы вы Понимали Как бы Это сейчас Не звучало Зря До вон Выходящий Но я думаю Что для многих Наших Слушателей Эта Информация Будет Ненова Но Сплыла Интересная Информация Которая Не носит Массовый Характер Что Если мы Говорим Про революцию Семнадцатого Года Что Ленин Был Кровным Родственником Николая Второго И Что По сути То что мы Знаем Как революция Семнадцатого Года Было Изменением Перестановкой Что ли В рамках Одной Семьи И Более того Что царскую Семью Не расстреляли А что Потом Сын Государя Императора Служил на флоте Причем На Черноморском Флоте В советское В же время И что До сих пор Даже Что Прямой Потомок Романовых Возглавляет В Москве Императорское Общество Сравните Насколько Это отличается С официальной Доктриной Которую Мы изучали В школах Так это Речь идет Про 100 Лет Назад А если Мы берем 200 Лет Назад И времена Наполеона И очень Интересная Информация Про то Что Москва Была сожжена С помощью Фашеразрушителя А вовсе Не от того Что французы Настолько усердно Грелись От того Что мерзли И поэтому Спалили Всю деревянную Москву Ну это Конечно Специфически Звучит Но тем Не менее Если человек Читает Официальную Историю С ее Официальными Подтверждениями Научными Способами Как это Все делается То Он не чувствует Внутреннего Отклика И я могу Привести И себя Тоже В качестве Примера Потому что У меня есть Историческое Образование Второе И Пришлось В рамках Получения Этого Образования Познакомиться И с механизмами Как Люди Изучают Все это И Отклика У людей Которые Хоть чуть-чуть Связаны С духовной Сферой И у которых Есть Духовное Устремление Отклика При знакомстве С информацией Исторического Характера Нету Никакого Это просто Пустышка То есть Это набор Фактов Которые Нужны Для того Чтобы человек Поверя в них Начал Оказывать Воздействие На окружающий Мир Определенным Образом Потому Если мы Толком Не знаем Что было Сто лет Назад Друзья То Абсолютно Тщетные Будут Наши попытки Разобраться С тем Как оно Было На самом Деле Тем более Что оно Ни на что Не влияет Вот здесь Важный Момент Друзья Влияет Не само Прошлое На настоящее На настоящее Влияет Представление Людей О прошлом Само Прошлое Вот если Мы возьмем Даже Образ Иисуса Христа Вот Каким Был Иисус Христос На самом Деле Мнений Масса Но Какой Он Был На самом Деле Сейчас Эта Роли Не играет Сейчас Играет Роль Его Книжное Церковное Каноническое Представление О нем Но Не Сам Не Сама Правда В историческом Ключе Мы не Найдем Потому что Правда Это действительно Политика Вернее История Это политика Направленная В прошлое И правды Там нет Там есть Это конкретный Действенный Инструмент Который Используется Сознательно Для того Чтобы сформировать У людей Нужные Предубеждения В настоящем Потому Сразу Хочу сказать Является ли Буквец Наследием Предков Именно Придуман Ну вернее Что оно было Придумано Там тысячу Там десять Сто тысяч Лет назад У меня Таких данных Нету И я В этом Ключе Не работаю Я могу Сказать Что это Знание Высокочастотное Более Высокое И люди Когда тянутся К этому Высокому Знанию Они становятся Качественно Лучше Если конечно Они не Используют Это как Ну если Они Грубо говоря Если они Не нарушают Технику безопасности То Они становятся Лучше Благодаря этому Знанию За все остальное Я расписаться Не могу Потому что Если мы Берем буквицу Как набор Ключей Я могу Сказать Что это И другие Преподаватели По буквице Я думаю Смогут Это подтвердить Равно Как я уверен И многие Наши радиослушатели Которые Хоть чуть-чуть Пробовали Работать С буквицей Я думаю Я думаю Вы помните Друзья Насколько Рабочий Этот инструмент То есть Насколько Он Действенный То есть Это Высокочастотный Рабочий Механизм Понимания Себя Внутри Себя И во Внешнем Мире За древность Этого инструмента Расписаться Я не могу Поэтому В данном Случае Тот Пример Который Ты Привел Вот этот Молодой Человек Который Сидел И говорил Опять же Нужно Разбираться В каждом Конкретном Случае Но скорее Всего Что сыграло Просто Сила Инерционного Сопротивления Которая Удерживает Его В этих Координатах Потому что В таких Координатах Человек Не сможет Изучить Буквицу А изучая Буквицу Он сможет Заменить Эти координаты Более Качественными Более Высокими Потому что На каждом Уровне Осознанности Своя Система Координат Понятно Я предполагаю Что просто Он наткнулся На каких-то Слишком Активных Людей Очень Активно Пропагандирующих Своё Представление О нашей Древности И Вот У него Возникла Некая Нестыковка С их Видением И с Его Видением И поэтому Он Будучи Человеком Может быть Несколько Иного Мировоззрения И представления Просто не Воспринял Что Говорили Или Показывали Они Но при этом Он не удосужился По направлениям Другим Посмотреть Может быть Вполне Я не исключаю Того Может быть Те люди Были просто Некими Прохиндеями Которые На себя Натянули Вышиванки И кричали Какие-то Слова Которые Просто В голову Приходили И делали Что-либо Непотребное Он Видно По всему Человек Такой Доброкачественный Душевный И у него Это могло Вызвать Противоречие И В связи С этим Противоречием Он мог Начать Так думать О том Что Ну раз Вот эти Так делают Значит Это все Такое Часто Так бывает Что первое Увидел То и В общем-то Представление Тебе в голове Село Это касаемо Вот этого Человека Чтобы уже Вопрос закрыть Что же Касаемо То что ты Говорил Понятно Исторически Мы сейчас Словаться Не будем Потому что Как правило Надо представлять Очень четкие Доказательства А у нас Передача Не этому Посвящена Поэтому Не будем трогать Эти версии Интересные И они Заслуживают Внимания Потому что Сейчас идет Ломка Тех стереотипов Про революцию Про войну 12-го года 812-го года И так далее И сейчас Версии огромное Количество Вот на основе Вот этого Все Очередная Интересная Версия Вот дальше Разбирайтесь Тоже Закрыли Этот момент Ну и еще Впоследствии Хочу Как бы Завершить Эту часть Тем что В древности Цифр До Определенного Этапа развития Российского Общества Не применялось Были Числа И Эти числа Писались Не теми Символами Которые Сейчас Принято Называть Арабскими Исходя из этого Вопрос Как записывались Числа Или цифры Как принято Сейчас Называть Записывались Как раз Буквицей С определенными Пометочками Сверху Так вот Если Записывались Буквицей Числа А мы знаем Что сейчас 7524 Лето По одному Из древних Календарей Вопрос Как Может быть Числа 7524 Лето Без Буквицы Без самих Символов Вот это Один Из прямых Указателей На то Что все-таки Как минимум 7524 Лета назад Уже Существовала Буквица В том виде Как мы Сейчас о ней Говорим И имеем Представление И там Как раз Были Специальные Символы Для обозначения Тех чисел Которыми Писались В частности И даты И все остальное Это как бы С моей стороны Уже Ответ Лаверды Такой В исторический Экскурс Я думаю Что эту тему Мы закрыли Если хочешь Ты можешь Поэтому уточнить Что-то Здесь много Можно всего Говорить Я единственное Что скажу Подтверждение К твоим словам Единственное Что скажу Когда человек Начинает изучать Буквицу Он сталкивается С непростым выбором Либо ему Чтобы понять Это знание Ему нужно Стать лучше Качественно Лучше Это не просто Овладеть Каким-то Бытовым Навыком Нет Это Глубокая Внутренняя Работа Связана С огненным Преображением Самого себя И когда он Становится Лучше Он начинает Если он Стал лучше Для того Чтобы Овладеть Буквицу Он овладевает Ее И буквица Раскрывается Ему С сокровенной Глубине А дальше Хочу сказать Что у человека Не возникают Больше сомнений Ни в величии Его предков Ни в Состоятельности Древности Самой Буквицы То есть Эти все Вопросы Уходят После того Как человек Ухватил Сокровенное Зерно Самой Буквицы А этого Не получится Сделать Если человек Не стал На стезю Самосовершенствования То есть Стремление Качественно Изменить Самого себя Тогда эти вопросы Просто отходят На второй план А касательно Еще того момента Хотелось бы Тоже дополнить Что люди Из-за незрелости Своей И скорее Из-за внутренних Проблем И трудностей В их внутреннем мире Они часто Начинают Доводить до абсурда Сами Причем Начинают Доводить до абсурда Светлые идеи И в итоге Конечно Они стремятся Использовать Древность И величие Наших предков Как аргумент Своего усиления Своего позиционирования В настоящем И желание Выбить себе Какие-то Преимущества Какие-то Возможности В настоящем Это уже идет Просто прикрытие Образами своих предков Для того Чтобы Для достижения Конкретных задач Здесь Не ради этого Раскрывалось Знание О величии предков Потому что Знания О величии предков Раскрывались Для того Чтобы люди Начали стремиться Им соответствовать А не начали Мериться с другими Народами Древности Собственной истории И поэтому Вот в этом ключе Работать с буквицей И с другими Аспектами Ведического наследия Не надо Вот почему И был основной посыл Что никому Не надо Не убеждайте Вы тех людей Кто не готов Кто не желает Внимать Слушать Кто не настроен Услышать Не нужно их убеждать Нужно хранить Это понимание В себе И делиться С теми Со стороны Кого есть запрос А естественно Если человек Не может Углубить Найти Ключики Вернее Найти Замочки От ключей Внутри себя Он начнет Тиражировать Дубликаты Дубликаты Ключей Вовне Стремя Стремя С привлечь Как можно Больше Внимания К этому Направлению Короче говоря Действовать Вовне Куда проще Чем действовать Внутри себя И такой тоже совет Но не общайтесь Вы с жителями Психушки Общайтесь Вы с нормальными Людьми Потому что Вы с кем-то Встретились Таким Не совсем адекватным А может быть Совсем неадекватным Человеком Который Нацепил на себя Что-то Какие-то символы Какие-то знаки Говорит Какие-то Возвышенные Речи Но вы хотя бы Обратите внимание На его психическое Состояние Может быть Это реально Пациент Психушки Может клиника По нему плачет А вы делаете Выводы По другим Нормальным людям И ломаете Себе жизнь И ломаете Жизнь другим Окружающим вас Людям И в заключении Давай еще Мы разберем Следующий вопрос Понятно Мы поговорили Про историческое Поговорили Про духовное Про возвышенное Про то Что эти ключики Открывают Внутри что-то Но все-таки Буквица Она же пришла Из древности Сейчас у нас Совершенно другой мир Давай коснемся того А что она может Дать тем людям Которые живут В современном мире Вот так вот Давай вот этим Наверное Передачу Сегодняшнюю нашу И закончим Поговорим об этом Да, конечно Собственно Это и есть Самая важная часть Нашей Нашей Сегодняшней беседы Что буквица Может дать В современности Дело в том Друзья Что Действительно Если буквица Пришла к нам Из древности То сегодня Реалии другие Здесь важно понять Что буквица Представляется бы Не только древний язык Но и сокровенную основу Языка современного То есть Попробуйте Прочувствовать разницу Изучать древний язык И изучать Сокровенную основу Языка современного Вот это как раз Древний язык Древний язык Является основой Языка современного Буквица Как набор ключей Дело в том Друзья Что те из вас Кто работали с буквиц Вспомните Как у вас Происходила эта работа Как вы Свивали разные образы И как у вас Открывался Образ внутри Это особое Состояние Когда вы Погружаетесь В образы Самих буквиц И вдруг вам Приходит озарение Вы поняли У вас сложилось И вот И это сопряжено С глубоким Внутренним восторгом Вспомните Я уверен Что у многих Из вас Из тех Кто нас сейчас Слушает Был такой опыт И были такие Внутренние переживания Так вот Это друзья Есть проявление Потокового состояния Отображенного В нашей буквице Образом Ижеей Источкой Вспомните Вот если мы Берем потоковое Состояние Это режим Работы Человека С собой С окружающим Миром Человек В этом состоянии Извлекает Знание Колоссальных Массивов Из глубин Самих Себя То есть Входя в потоковое Состояние В том числе С помощью буквицы Человек Начинает Мыслить методом Озарения Ему начинают Открываться Распаковываться Его внутренние Архивы Так Если мы возьмем Я приведу Мне нравится Приводить Такую аналогию Хоть сам и не Компьютерщик Но аналогия В данном случае Помогает Понять На образном уровне Что это такое Человек представляет С собой Его внутренний мир Представляет С собой Хранилище Архивированных Файлов Сжатых В зипе Или в раре И Они занимают Практически Все свободное Место В его Внутреннем Пространстве Но при этом В этом внутреннем Пространстве Нет архиватора То есть Оно висит Мертвым грузом Занимает место Но при этом Просмотреть Познакомиться Изучить эти материалы Человек не может Нужен архиватор Буквица Равно как и другие Элементы знания Которые были выданы Ведического знания Которые были выданы В Асгардском училище Являются Архивированы Являются Самим архиватором То есть Можно сказать Буквица Это установочный диск С архиватором Человек загружает Этот установочный диск На свой компьютер В свое внутреннее пространство И начинает Распаковку файлов Из глубин Самих себя Буквица Запускает Процесс Мышления Методом озарения Где человеку Знания Начинают приходить Из глубин Самих себя Это сегодня Принято называть Еще такими страшными Очень Такими дискомфортными Низкочастотными Грубыми словами Как Инсайт И ченнелинг В обычной Парапсихологии В эзотерических Системах Это примерно То же самое Когда человек Просто входит В потоковое состояние Ему начинают Приходить Образы Которые Он Как-то Являет Или записывает Или Надиктовывает И У него Из глубин Начинают Распаковываться Те знания Которые Есть В нем Самом Это Главное Преимущество Работы С буквицей И даже Если Человек Вот Смотрите Причем Здесь Буквица Спросите Вы Дело В том Что Когда Человек Начинает Изучать Буквицу Как правило Он в потоке Работать Не умеет И Если Он Хочет Овладеть Буквицей Ему Необходимо Взрастить В себе Определенные Там В принципе Ничего Такого Сложного Слишком В этом Нет Но Это Требует Просто Осознание Того Что Это Нужно Сделать Взрастить В себе Определенные Качества Умения И Отношения И Тогда Человек Меняясь Для Того Чтобы Изучить Буквицу Открывает Для себя Потоковое Состояние И Благодаря Работе С буквицей Сочетая Образы Числа Считывая Буквы В рядах Считывая Азбучные Истины Как раз По вертикали По горизонтали По диагонали Соединяя Извлекая Смысл Из слов Щелкая Числовые Комбинации Которые Мелькают Вокруг Нас То есть Переводя Цифры В числа И Считывая Их По образному Ряду Числа Бога Вот Когда Все Это Есть Человек Овладевает Потоковым Состоянием И Буквица Уже Представляет С собой Прикладной Профиль Который Помогает Человеку В современности Увеличивает Его Дееспособность В современности Я уж Молчу Про множество Таких Дополнительных Инструментов Которые Сегодня Извлекаются Из глубин Человека Из глубин Людей Которые Используют Знания То есть Не тиражируют А используют Знания По буквице Они как раз Эти знания Раскрываются Буквица Раскрывается Через Символизм Пространства Через Именно Логию Через Числовые Коды То есть Буквица Начинает Раскрываться В мантике То есть Возможности Общения С пространством С помощью Слова Сказанного Или Написанного Там уже Подключается Дальше И мистика Цвета Ну и Много Других Направлений И это Все Так кратко Не изучишь Потому что Это изучается В течение Многих Месяцев И Просто Здесь Хочется Отметить Что При правильном Использовании Буквица Превращается В серьезный Инструмент Перенастройки Самого Себя На тот Режим В котором Человек Овладевает Потоковым Состоянием И Дальше Благодаря Потоковому Состоянию Он начинает Распаковывать Знания Из глубин Себя И главным Источником Знаний Уже Для Человека Который Овладевает Буквицей И потоковым Состоянием Как приятным Побочным Эффектом Является Он сам Не книги Не видео Не все остальное А он сам Является Главным Источником Знаний Вселенной Для самого Себя Для заполнения Этими знаниями Своей Реальности Которую он Сотворяет Посредством Активного Творчества И Понятное Дело Что не надо Кидаться В крайности Перегибы Потому что Видео Смотреть Тоже Надо Книги Читать Надо И Слушать Эфиры Тоже Необходимо Потому что Много Всего Полезного Можно Извлечь Но Главным Источником Знаний Становится Сам Человек Вот Это Самое Главное Преимущество Которое Дает Буквец В современном Мире Кроме Того Она Дает Возможность Человеку Расширить Чувственный Диапазон Не Эмоциональный Не Сентиментальность Нет Именно Чувственное Восприятие То есть Человек Начинает Можно Просто Зазубрить Что Аз Это Исток Изначалья Боги Это Божественное Ведя Это Мудрость Но Если Пытаться Зазубривать Формулировки Человек Не Сможет Это Примерно Как По Фантику Пытаться Определить Вкус Самой Конфеты То есть Любые Формулировки Которые Мы Видим Тиражируются Через Таблицы Через Схемы Они Являются Лишь Механизмом Настройки Человека На Сам Образ А Образ Человек Воспринимает Чувственно И Визуально Визуально То есть На внутреннем Экране Может Возникнуть Какая-то Картинка На внутреннем Экране Это Сделать Сложнее В основном Люди Поначалу Начинают Ощущать На уровне Чувств Сам Образ И Более Того Не Настроившись Не Воспроизведя Это Чувственное Ощущение Буквы Слога Или Слова Человек Не сможет Этот Образ Соединить С другими Образами Таким Образом Для того Чтобы Извлечь Сокровенный Смысл Из Образа Слова Необходимо По сути Человек Путешествует По чувственным Ощущениям Внутри Себя Вот Он Смотрит На Слово Которое Ему пока Не Далось И Он Начинает Перемещать Ну Грубо говоря Бегать От него Влево Вправо Вот Первая Буквица До Последней И Вот Он Начинает Улавливать Чувственные Грани Внутри Себя Где Каждый Раз Концентрируясь На Разной Букве У него Меняется Внутри Чувственное Ощущение Пока Наконец Оно Все Не Сливается В Единый Чувственный Образ И Потом Этот Единый Чувственный Образ Уже Находит Своё Словесное Отображение Которое Приходит Как Вторичная Форма Уже Как Формулировка Но Чувственный Образ Первичен Таким Образом Работая Со Словами Человек Понимает Их Сокровенную Сакральную Основу И При этом Настраивает Себя На То Что В парапсихологии Называют Гиперчувствительностью Вот Почему Друзья Буквицы Все больше Начинают Интересоваться В психологических И в парапсихологических Кругах И Более того Уже даже Кинезиологи Начинают Использовать Буквицу В своем Инструментарии Хотя Что Что Кинезиология Направление Достаточно На первый взгляд Ну вообще Не связано С ведическим Наследием И с опытом Предков А тем не менее Кто не знает Что это такое Чтобы не тратить Время Лучше Наберите В интернете Посмотрите То есть Во всяком случае Уже известно Несколько Случаев Когда кинезиологи Использовали И продолжают Использовать Буквицу Для диагностики Своих пациентов То есть Мы говорим Про экспериментальное Направление Которое Было дано В виде ключей И Эти ключи Начали Применяться И Работа с Буквицей Сейчас сводится Не к тому Чтобы Массово Ее распространить А для того Чтобы Извлечь Поднять Вот эти Колоссальные Массивы Знаний Из глубин Самих себя Для того Чтобы Творчески Обустраивать Реальность Каждого Человека С учетом Рассвета Сварага Как вектора Закомумерных Изменений Хорошо Сказал Ну что ж На этой позитивной Ноте Наверное Надо заканчивать Наш сегодняшний Эфир Наш сегодняшнюю Передачу И заключение Можно так сказать Буквица Наше Все Это пропуск В наше Светлое Будущее Это пропуск В понимание Того Как жили В древности Понимание Того Как надо Жить В будущем И понимание Того Что необходимо Делать Сейчас Чтобы того Светлого Будущего Достичь Ну и в заключение Давай скажем Что-то доброе Светлое Нашим радиослушателям Я желаю Нашим радиослушателям Во-первых Я благодарю Конечно Всех За то Что вы были Сегодня с нами Я желаю Всем Нашим радиослушателям Побольше Света Внутри Побольше Веры В себя В свои Силы Осторожности В суждениях Я Желаю Быть Менее Категоричным В своих Суждениях Потому что Категоричные Суждения Это мышление Категориями А быть Более На золотой Середине Своих Суждениях Чтобы Как можно Меньше Было Перегибов И чтобы Дорожка Ваш Золотой Путь По которому Вы движетесь К духовному Самосовершенствованию Ради Всевышнего Прочура Рода Чтобы Путь Этот Ваш Был Не простой Но Интересный Полезный И чтобы Он Приносил Вам Радость Вот это Я вам Всем желаю Что же касается Радио То я желаю Побольше Добрых Светлых Искренних Ведущих Искренних Светлых И добрых Идей Ну и желаю Оставаться В потоке Благодарю За пожелания Как нашим Радиослушателям Так и Нам Всем напоминаю Что Народное Славянское Радио Это площадка Для объединения Всех здравомыслящих Людей Которым Интересно Наше Прошлое Те Которые Изучают Нашу Древность И которые Хотят Чтобы Жили люди По совести В ладу С природой Так как Она завещана Нашими Предками Прощаюсь с вами Желаю вам всего самого-самого доброго С вами были в эфире Андрей Ивашко И Алексей Орлов Народное Славянское Радио До новых встреч Услышимся Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова